Не было никогда перила. Я почему и сломал ногу, потому что я в эту сторону спускался, полетел. Так бы я облокотился бы на перила, а так не на что было качаться, и я улетел вон туда в яму. Держаться не за что, да и ходить опасно, рассказывает Николай Васильевич. Старая деревянная лестница местами прогнила, а местами ее вообще нет. А это ведь единственный межквартальный проход, связывающий улицу Беринга с нижней улицей Мишенной. Доживу я до этой лестницы, я уже не знаю, но стараюсь бороться. Здесь же тоже, здесь и дети растут, надо в школу ходить, в садики ходить. Вообще этот район бросили до Ключской. Восемь лет назад Николаю Ахобы ампутировали руку, а в 2016-м, спускаясь по этой лестнице, он сломал еще и шейку бедра. Пришлось поставить протез. Ходить по инстанциям он начал сразу после того, как выписался из больницы. Прошло 4 года. За это время Николай Васильевич неоднократно обращался к местным чиновникам и даже дошел до администрации президента. В начале года к проблеме подключились и активисты Общероссийского народного фронта. Мы сделали запрос в администрацию Петропавловско-Камчатского городского округа о том, что препятствует ремонту данной лестницы. Ответа мы ждали больше месяца. И только после обращения в прокуратуру мы получили ответ из администрации. Администрация нам ответила, что отремонтировать данную лестницу мешает самозахват территории, установленное незаконное ограждение человека, который проживает рядом с этой лестницей. Снести забор и освободить территорию захватчика обязал суд. Решение по этому делу вступило в силу в июне прошлого года. Однако ввоз и ныне там. Забор стоит, а хозяин дома считает себя невиновным. Потому что этот забор еще до решения суда и подачи на меня в суд был узаконен. У выкуплена эта земля у города. У выкуплена оформлена собственность и стоит на кадастровом учете. Право снести забор от судебных приставов перешло мэрии краевой столицы в начале этого года. Однако в администрации Петропавловска общественникам заявили, что денег на это в бюджете нет. На администрации замкнулось все. У них есть и права, и обязанности. Но при этом, получается, нет средств или чего, желания. Сегодня в администрации заверили, что средства уже нашли. И в ближайшее время приступят к исполнению решений суда. Что касается ремонта, то он должен быть выполнен до конца этого года. А вот когда появится здесь новая лестница, зависит от загруженности подрядчиков. Вероятность такая, скажем, 50 на 50, что она появится. Хотя, в принципе, температурный режим не позволяет. И от степени свободы подрядчиков, то есть если у них сегодня мощности, вы видите, что в городе огромнейшая ремонтная программа не только по дорожной части, но и по объектам благоустройства. И ряд лестниц находятся в ремонтах, не только в текущих ремонтах. Если, опять же, сейчас мы найдем свободного подрядчика, который сможет приступить чуть ли не завтра, тогда на это можно заходить. Если нет, то тогда мы как только подойдем к весеннему периоду. Старую полуразрушенную деревянную лестницу планируют заменить на металлическую.